Добрый вечер, уважаемые телезрители! Телецентр журналистских расследований приветствует вас в эфире телекомпании «Черноморская». Сегодняшняя программа выходит по техническим причинам записи, поэтому некоторые события, о которых мы будем сегодня говорить во время нашего эфира, продолжаются еще во времени, и мы не знаем их результатов, но тем не менее мы постараемся отследить все важнейшие события сегодняшнего дня, Дня Международного Дня Прав Человека, который отмечается во всем мире и который обычно в Крыму отмечался акциями протеста, акциями защиты прав человека, которые проводил Меджилис Крымстарского народа. Собственно говоря, и очень долго в Крыму ассоциировался этот День День Прав Человека именно с нереализованными, незащищенными правами репатриантов, крымских татар и представителей других этносов, которые были депортированы из Крыма сталинским режимом. Сегодня в Симферополе, в Крыму никаких мероприятий в День Прав Человека не проводилось, но ФСБ отличилось своей стандартной процедурой. Сегодня прошли очередные обыски у журналистов, у бывшего редактора телекомпании АТР, а теперь редактора продакшн-студии Караденис Продакшн Романа Спиридонова. И именно в эти минуты, когда мы записываем эту программу, Романа Спиридонова допрашивают в здании ФСБ, и, к сожалению, мы так и не смогли переговорить ни с ним, ни с его адвокатом до того, как они зайдут в это здание. Но надеемся, что какую-то информацию на протяжении сегодняшнего вечера мы все же получим. И, скорее всего, она уже появится на сайте Центра журналистских расследований, так что следите за событиями. В Киеве сегодня проходила акция протеста возле посольства Российской Федерации. Крымчане, а также переселенцы из Донбасса, которые считают себя жертвами агрессии Российской Федерации, сегодня протестовали. И эта акция была в том числе организована Комитетом по защите прав крымско-татарского народа, координатор которого Эскендер Бариев сегодня в нашей студии. Добрый вечер. Итак, кого собрала сегодня акция? Сегодня по инициативе, в первую очередь, Межлистоком с Катарского народа, ряда общественных организаций, это Координационный совет вынужденных переселенцев из Крыма, это Восток СОС, то есть из восточных регионов, мы решили провести акцию, посвященную Всемирному дню защиты прав человека. Потому что именно 10 декабря 1948 года была принята всеобщая декларация о правах человека, и весь мир отмечает этот день. Лично я почему проявляю активность? Потому что в прошлом году мы пытались провести мероприятие, посвященное Всемирному дню защиты прав человека в Симферополе. Мы, как Комитет по защите прав крымско-татарского народа, согласно законодательству Российской Федерации, подали уведомление в городскую администрацию города Симферополя, в котором говорилось о том, что мы планируем провести конференцию о состоянии прав человека на территории Крыма, мы планировали провести фотовыставку, роль крымско-татарского национального движения в правозащитной деятельности и провести конкурс рисунка детского «Я хочу жить в Крыму». Нам не разрешили, мало того, мы ровно год назад, когда проводили пресс-конференцию, тетушки, как в Украине принято понимать, появились, облили нас зеленкой, угрожали нам, провоцировали нас к драке. После этого мы написали заявление в так называемые правоохранительные органы, которые отказали нам в возбуждении уголовного дела. И поэтому мы видим, что эти процессы продолжаются. Это еще раз является свидетельством тому, что в Крыму невозможно проводить какие-либо мероприятия, но я скажу одно, что сегодня, насколько мне известно, должны были собраться ветераны национального движения крымских татар, для того, чтобы хотя бы как-то отметить это мероприятие, пусть не совсем публично, но во всяком случае собраться и соблюсти ту традицию, которая всегда присутствовала и была присуща для крымско-татарского национального движения. Что касается акции здесь, то мы эту акцию назвали «Русский мир», в кавычках, конечно, тире – это «мир бесправия». Почему мы именно взяли в кавычки? Потому что на самом деле я, как крымский татарин, хотел бы видеть русский мир частью культуры мира, которая должна, скажем, возвышать культуру и которая может украсить мировую культуру. Но, к сожалению, тот русский мир, который несет сегодня кремлевская верхушка и кремлевская идеология, это больше нацизм. И поэтому сегодня флешмоб, который был во время этой акции, и он продемонстрировал, что куда не приходит русский мир, в кавычках, он приносит бесправие, он приносит убийства, он приносит репрессии и он приносит жертвы и неудобства для нормальной жизни. Он приносит нарушения прав человека. И поэтому как раз-таки флешмоб продемонстрировал эту позицию. Ну и кроме того, были приняты сегодня обращения, обращения ко всему человечеству и в Организации Объединенных Наций, где участники акции предложили все-таки признать идеологию русского мира, нацистской идеологии, которая несет угрозу всему человечеству, как в свое время, в 1933 году, по 1945 год, несла угрозу немецкий нацизм и фашизм. Мы знаем и мы являемся свидетелями, к чему это все в итоге привело. Ну и мы приняли резолюцию, в которой в том числе, скажем, обращаем внимание нашей украинской власти к тому, чтобы все-таки были более активные действия для того, чтобы обеспечить права человека на территориях, которые пока не контролируются нашим государством, но мы должны трубить во все колокола и привлекать международную общественность к решению данного вопроса. Давайте посмотрим несколько буквально фрагментов этой акции возле посольства Российской Федерации. Я следила немножко за вашей перепиской организаторов акции, и были разные предложения относительно резолюций. Но вот мне кажется, уже сколько проходило акции возле посольства Российской Федерации, во-первых, никакой реакции с той стороны забора не было, во-вторых, можно ли достичь такими акциями какого-то результата? На самом деле, если мы... Почему? Мы думали, мы обсуждали. Есть информация, что в этом здании практически представить дипломатов от Российской Федерации и нет. На самом деле, они находятся... Да, это здание пустое. Были мысли, возможно, провести данную акцию возле Русского культурного центра, где, в принципе, тоже, как бы никаких живых действий не существует. На самом деле, дипломаты находятся в одном из посольств другой страны, и были в том числе предложения провести возле посольства данной страны. Я сейчас не буду пока называть. А почему? Но, я думаю, нет смысла, потому что эта информация... Это версия, это понятно, что это ваша версия. Да, это версия. И я думаю, в ближайшее время мы будем проводить возможные акции возле... Есть такая идея, проводить постоянные акции возле посольств тех стран, которые поддержали аннексию Крыма. И я думаю, в ближайшем будущем будет постоянно проводиться подобные мероприятия. А почему все-таки выбрали это здание, которое ассоциируется и является официальным зданием посольства Российской Федерации, потому что это символично, потому что это официальное здание дипломатического корпуса страны-агрессора. И поэтому мы... Да, конечно, и даже к подъезду не совсем удобное место, когда людям приходится ехать, возможно, намного сложнее добираться. Но при всем том, мы определились, что будем проводить именно возле этого здания. Ну и, соответственно, было достаточно много журналистов, которые донесут информацию, донесут позицию. И несмотря на то, что сегодня рабочий день, и в том числе многие вынужденные переселенцы уже где-то работают, или в это время могут быть заняты, все равно постарались прийти, найти время и принять участие в этой акции. А вот такой вопрос теперь. Понятно, что к стране-агрессору у нас с вами были, есть и будут претензии, даже если Крым вернется в состав Украины, очень много людей пострадали. И этот ущерб, который им нанесен, и материальный в том числе, и есть погибшие, и есть люди, которые были подвергнуты пыткам, и незаконно осужденные, незаконно лишенные свободы на сегодняшний день. Мы о них сейчас вспомним. Но тем не менее, не кажется ли вам, что украинское государство тоже мало об этом вспоминает сегодня в том числе? Я думаю, такие мероприятия, такое мероприятие, как сегодня, оно должно проводиться на государственном уровне. Потому что, когда еще принималась всеобщая декларация, как раз был призыв, чтобы все государства во всем мире отмечали День прав человека. На государственном уровне имеется в виду. Да, и поэтому я знаю, что по всему миру и те государства, основной ценностью которых является верховенство права, они отмечают разными способами данный день. И я думаю, что для Украины, для страны, которая как раз таки страдает от бесправия, бесправия, которое совершает государство-агрессор, государство-сосед, здесь как раз таки очень важно больше говорить о дне прав человека и больше говорить о нарушении прав человека на территорию Украины, контролируемой страной-агрессором. Да, и нарушений прав человека, в том числе внутренне перемещенных лиц, уже на территории, контролируемой Украиной. И именно сегодня Верховная Рада Украины должна была вернуться опять к законопроекту, которым вносятся изменения в закон о внутренне перемещенных лицах. И сегодня народные депутаты должны были проголосовать за законопроект 2166. Я напомню, что он был... Вы принимали, кстати, участие, да, также в работе над этим законопроектом? Нет, над этим законом я лично не работал. Над ним работали активисты крымские, да, из Крымсос, из Востоксос. И Александра Дворецкая сегодня свою точку зрения относительно этого законопроекта, который должен был сегодня голосоваться, к сожалению, на данный момент. Я еще раз напоминаю, мы выходим в записи еще к вечеру, неизвестные результаты голосования. Но, тем не менее, точка зрения Александры Дворецкой, которая... Нашей крымской правозащитнице, которая сегодня работает в организации Востоксос, есть у нас запись, давайте ее посмотрим. Собственно, вся история уже готового законопроекта, она связана с тем, что с июня 2015 года мы настаивали, пытались уговорить Верховную Раду внести его в повестку дня, поскольку он был полностью готов к рассмотрению, он был полностью готов для принятия, был рекомендован профильным комитетом, получил позитивные выводы от комитета для того, чтобы этот закон был принят. И, собственно, только 3 ноября нам удалось внести его в порядок ДН и совместно с журналистами, активистами, международными организациями. И такой законопроект был проголосован 245 депутатами. На наше удивление, как бы, что после такого долгого, долгой подготовки, долгой консультации, противодействия, мы получили вето президента на этот законопроект, хотя у него были все возможности принять участие в обсуждении этого текста задолго до. То есть мы можем говорить о 9 месяцах, которые были у президента для того, чтобы нести свои предложения. Однако ни разу ни представитель администрации президента, ни представитель кабинета министров, которые явно тоже приняли участие в этом вето, не присутствовали и не делали замечания. В результате они выносят замечания уже к проголосованному законопроекту, который проголосовали представители всех фракций. То есть не было фракции, которая не поддержала. Это, с одной стороны, такое неуважение к парламенту, поскольку были все возможности это сделать, и теперь парламент вынужден собирать уже 300 голосов для того, чтобы преодолевать вето президента, либо принимать его предложения. Если говорить дальше о предложениях, то и предложения до конца не сформулированы. То есть президент предполагает, что мы должны что-то угадывать, угадать, что он хотел сказать. Потому что сам регламент говорит о том, что президент должен предложить, есть вот такая статья, я хочу, чтобы она выглядела так. И комитет голосует или не голосует за эти правки. То есть преодолевает вето, либо принимает поправки президента и голосует в Верховной Раде уже за поправки. Однако сейчас такой текст, который написал президент, означает, что мы должны сами сформулировать некий текст и попробовать угадать, понравится он президенту или нет. То есть даже если сегодня, я просто не совсем могу сказать, проголосовали ли уже, либо проголосуют, сегодня он стоит в повестке дня, поправки, которые мы предлагаем президенту, не факт, что прочитав это, президент скажет, я не то имел в виду или такие поправки меня не устраивают. То есть фактически мы сегодня голосуем за поправки президента, но формально никаких поправок как готового текста не было. И поэтому мы ожидаем, что если целью этого вето была не действительно защита прав переселенцев, а учитывая и выступление во вчерашнем комитете представителя администрации президента, то целью является контроль за перемещением переселенцев, контроль за их передвижением в рамках государства Украины, граждан Украины, что вообще противоречит Конституции. То есть нельзя следить за передвижением граждан. И на сегодня, если, конечно, президент еще заново витирует или скажет, что его не устраивает, то очевидно, что эти правки это только повод для того, чтобы просто весь законопроект не принял. Потому что его правки касаются одной статьи, статьи 12 законопроекта, а закон изменяет очень много других возможностей, в том числе возможность получения справки внутренне перемещенного лица для иностранцев, для лиц без гражданства, которые на законных основаниях проживали в Украине. Это и помощь получения справки студентам, которые были зарегистрированы в общежитиях в другой области, но не могут получить. Это и возможность уменьшения бюрократических процедур, отмена проверок миграционной службы. Это долгосрочность справки. То есть не надо каждые полгода ходить, стоять в собесе в очереди, потому что мы знаем, что сейчас все выплаты привязаны к справке. Если у вас заканчивается срок действия справки, вам перестают платить детские деньги, пенсии, вам заново надо идти, стоять в очереди, доказывать что-то. Вот это мы хотели убрать, и поэтому те поправки, которые касаются исключительно только проверок, это очень, ну, мне кажется, довольно цинично. В реальности никаких изменений кардинальных нет. Как не было разработано государственной стратегией по отношению внутренне перемещенных лиц, так и нет. И все, что делается в отношении переселенцев, такие группа разрозненных действий, которые часто противоречат друг другу, не решен главный вопрос, вопрос с предоставлением жилья, временного жилья, либо жилья в кредит, либо жилья для постройки, ну, вообще любого формата решения жилищного вопроса, полутора миллионов людей. Не решен вопрос, связанный с, например, предоставлением льготных мест для обучения для студентов, хотя еще с мая 2015 года принят закон, но нет никакого механизма его реализации. То есть очень много таких мелких деталей. Только вот в декабре было принято решение о перераспределении средств медицинских Луганской и Донецкой области на другие области для того, чтобы покрыть расходы. До этого внутренне перемещенные лица не могли получать должным образом медицинского обслуживания, исходя из того, что те деньги, которые были предусмотрены на инсулин, на гемодиализ и так далее, на разные виды бесплатных услуг, они просто не отсутствовали в местных бюджетах места переселения. Ну и можно так продолжать очень долго, но что мы можем сказать, что до сегодня не опубликовали ни национальную стратегию, план действий к национальной стратегии по правам человека, который говорит о некоторых действиях для защиты внутренне перемещенных лиц. До сегодня мы не имеем права к законопроекту, и мы видим абсолютно такое пассивное, иногда даже противодействие со стороны Кабмина к любым изменениям, которые направлены на интеграцию, на социализацию переселенцев и возвращение людей назад на оккупированные территории, на территорию конфликта на Донбассе. Свидетельствует не о том, что у нас хорошо работают перемирие или мистские соглашения. Скорее свидетельствует о том, что люди просто потратили все свои сбережения и не смогли обустроиться на местах переселения и вынуждены возвращаться там, где они могут погибнуть. Итак, ваша позиция относительно того, что за этот год, с прошлого дня, скажем так, защиты прав человека и до сегодняшнего дня, насколько изменилось законодательное поле Украины, насколько оно больше стало защищать граждан Украины на оккупированных территориях и граждан Украины, которые покинули эти оккупированные территории и хотели бы как можно скорее вернуться домой. Что изменилось в целом? Хороший вопрос. В какую сторону? Он правильный? И он правильный, потому что на самом деле... Знаете, задавать, конечно, его в первую очередь нужно задавать... Тем, которые имеют прямое отношение к этому. Но мы же их контролируем, поэтому мы за них ответили. Да, но с другой стороны, общественность, мы должны над этим работать. И даже мы неоднократно и в этой студии находились и говорили о той же товарной блокаде, которую организовывали, инициировали крымские активисты, крымскотарские активисты. И как раз-таки не было бы этой товарной блокады, на мой взгляд, если бы все-таки со стороны политического эстеблишмента Украины, со стороны парламента были бы конкретные действия. Потому что, как вы правильно сказали о том, что по сегодняшний день у нас действует закон о свободной экономической зоне Крым, который нарушает права со стороны государства, которое пострадало от агрессии Российской Федерации, нарушает права крымчан, граждан Украины, независимо от того, где они проживают, на территории оккупированной или на материковой части. С другой стороны, единственным сейчас под воздействием данной акции начался процесс, и я был одним из тех, кто участвовал в разработке проекта постановления в рамках данного закона о прекращении торговых отношений с оккупированной территорией. Но пока я не имею информации, вчера должен был Кабинет Министров принять данное постановление, но, честно говоря, я не владею. Дело в том, что вчера переносилось заседание Кабинета Министров, вообще оно должно было 8-го состояться, 9-е, 9-го числа только около 18-ти часов оно началось. Началось, да. И единственный вопрос, который на нем рассматривался, это был вопрос изменений в наше налоговое законодательство, связанный с боями вокруг бюджетного кодекса на следующий год, и соответствующими изменениями в базе налогообложения, которые вызывают много протестов уже и со стороны предпринимателей, и со стороны объединений всевозможных. И, тем не менее, казна пуста, надежда только на западную помощь, а Запад требует проведения реформ и требует каких-то изменений, которые привели бы к совершенно другой ситуации в нашей системе финансовой. Но, не знаю, наверное, придется теперь, я так понимаю, что приезд Байдена, если с этим также был связан, вернее, и этому вопросу там посвящалась какая-то часть. Но будем смотреть, как сейчас президенту удастся уговорить, раньше бы сказали сломать о колено, да, парламент. Но это другая тема. Да, и возвращаясь к нашему проекту постановления, он не прозвучал. И сегодня я пыталась найти, скажем так, возможность получить какую-то информацию. Вот единственное, Рифат Чубаров вот был в Таллин, где он сейчас находится. Да, он по приглашению президента. И вот я пыталась сегодня связаться с заместителем министра эконом-развития, для того, чтобы понять, какая же судьба этого проекта постановления кабинета министров. К сожалению, пока что мне не удалось это сделать. Как только будет информация, опять-таки, мы об этом сообщим через... Мне, конечно, хотелось бы надеяться, что это технические, скажем, процессы, почему до сих пор не принято это постановление, и надеяться, что это постановление будет принято в ближайшее время. Что оно изменит? Оно-то не... Оно... Оно никаким образом не изменит дискриминационные нормы закона СЭС, которая предполагает, что мы с вами не резиденты. Арифат Чубаров зарегистрировал законопроект. Ну, не он, один там группа товарищей. Да, там группа товарищей, но я имею в виду, да, вот как раз основные авторы Чубаров и Сыроед. И я думаю, что, поскольку зарегистрирован данный законопроект, мы должны, ну, я думаю, будет все-таки рассмотрен он Верховной Радой Украины. Давайте, чтобы наши телезрители тоже системно подходили к анализу состояния прав человека и крымчан. В частности, да, мы вспомним про то, что начиная с лета, а именно с июня месяца, в Верховную Раду Украины подавали законопроекты, предполагающие отмену закона о свободной экономической зоне Крым, которая содержит в том числе коррупционную составляющую и дискриминационную, которая делает нас с вами не резидентами. И, кроме того, мы в этой шестой судье... Да, мы об этом много говорили. Был подан законопроект от группы самообороны Майдана и сегодня. Потом был подан альтернативный законопроект Натальи Веселовой. Потом был подан законопроект от Радикальной партии. Потом был подан законопроект, по-моему, от Самопомощи. Потом был еще законопроект от... А, и вот, наконец-то, законопроект от Чубарова и Сыроид. Но сегодня в блоге «На украинской правде» господин Порубей, лидер межфракционного объединения самообороны Майдана, сообщил нам, что его проект, в том числе и его проект, зарегистрирован, вернее, внесен в повестку дня. Это законопроект номер 2.004. Вот сейчас будет война законопроектов? Но здесь как раз таки... А президентского мы так и не дождались. Мы и обсуждали здесь, в этой студии, говорили о том, что и даже планировали, что до 20 ноября будет принят закон, который будет на основании, будет согласован со всеми, скажем, инициаторами и те, кто зарегистрировали свои законопроекты для того, чтобы все-таки был найден консенсус и, соответственно, чтобы он был принят Верховной Радой Украины. Но, к сожалению, пока что маемо, то маемо, да, как говорят в Украине. Но при всем том, я думаю, в любом случае нужно продолжать работу, чтобы на парламентском уровне, все-таки, чтобы был принят тот закон, который будет устраивать и, в первую очередь, защищать права крымчан. Так, это один вопрос. Второй вопрос, который касается реакции Украины, государства, его государственных соответствующих органов на тот беспредел, который творится сейчас в Крыму в отношении, прежде всего, представителей Межлиса Крымсарского народа, а также в отношении журналистов и активистов. Если вот сейчас вывести такой список, да, мы знаем, сколько человек уже осуждены, сколько человек находится, ожидает, скажем так, приговора. Это кейсовые дела 3 мая, 26 февраля. Теперь уже у нас есть дело Ленура Ислямова, к которому подтянули уже и всевозможные репрессионные действия в отношении людей, которые работали в телекомпании АТР, теперь работают в независимой студии продакшн. И вчера был обыск у Эльзары Ислямовой. Это одна фамилия Салинура Ислямова, если кто не знает. Вчера был обыск у нее, как у бывшего генерального директора. Кстати, уже повторный. Повторный обыск, да, у нее, я так понимаю, у родителей, да. А сегодня утром был, рано утром, в 7 утра, по-моему, был обыск у редактора, бывшего редактора АТР, который работал на программе как раз Лилии Буджуровой, и Романа Спиридонова. Сейчас Роман Спиридонов также является редактором продакшн студии «Кара Денис Продакшн». И Роман, именно в эти минуты, когда мы записываем с вами этот эфир, Роман сейчас находится в ФСБ на допросе. Мы очень надеемся, что были такие мнения правозащитников и адвокатов о том, что просто сейчас идут все необходимые, скажем так, процессуальные действия для того, чтобы упаковать уже дело Алинура Ислямова, которому обещано уже очень многое, лично госпожой Поклонской, что как раз за его счет будет, все имущество его арестовали, как раз за его счет будет ликвидирован ущерб, который был нанесен блэккаутом от подрыва линий электропередач и лишением Крыма света. Вот в этой череде уголовных дел, преследований, на ваш взгляд, что бы могла Украина эффективно и результативно сделать для того, чтобы были защищены права и остановлены репрессии. Потому что ни товарная блокада, ни энергетическая блокада оккупационная власть к этому не вынудила. Мне тяжело сказать, что должна сделать украинская власть, но в первую очередь... Ну, например, поддержать энергоблокаду. Но поддержать энергоблокаду на правом уровне. И, конечно, когда мы разрабатывали постановление, вопрос энергоблокады или прекращения подачи электроэнергии в Крым вывели за пределы, за рамки данного постановления, потому что были и общения с экспертами и так далее, и вынесли на уровень РНБО. Украины только с той целью, что здесь нужны четкие просчеты в том, чтобы не навредить национальной безопасности Украины. И, кроме того, по просьбе ряда дипломатических служб, ряда государств, подключили и дали электроэнергию по одной из самых маломощных линий. Это Каховка-Армянск. Что нужно или что необходимо делать? Ну, в первую очередь, нужно все-таки урегулировать наши, урегулировать, кстати, все процессы внутри нашего государства. То есть, мы говорили уже и об отмене... Занять четкую позицию, я бы сказала, и ее сформулировать, наверное, государству. Ну, наверное, да. Но если мы говорим о четкой позиции, то это должна быть стратегия вообще возвращения Крыма и четкая позиция по любому действию, которое есть. И, конечно, без наработки стратегии, которая обещана, не знаю, там через несколько месяцев было, да, мы уже услышали это, что она будет наработана, СНБО через несколько месяцев начнет обсуждаться, утверждаться и так далее. Можно без этой стратегии просто-напросто положить край коррупции во всем, что касается оккупированных территорий. Потому что коррупционно емкий контракт на поставку электроэнергии, который содержит в себе невыгодные для Украины условия, а с другой стороны убивает рынок энергетический в Украине. Поскольку в угоду этим поставкам, как мы знаем, были разгрузки атомных электростанций, были специальные действия, которые создавали преференцию именно для импорта российской электроэнергии, даже тогда, когда в ней мы не нуждались. То есть, если, я очень надеюсь, что когда-нибудь будет проведено полное расследование всего, что касается, и по заключению этого контракта, есть уже уголовное производство, но я так понимаю, что там подозрения будут на уровне, есть сейчас, по крайней мере, мы эту информацию давали, есть только на уровне руководства Украинерго. А вот те, кто выше, те, кто принимал политическое решение, и те, кто затем выполнял невыгодно для Украины этот контракт, в том числе и уже в период блэкаута, мне бы очень хотелось, чтобы это быстро было расследовано. Но, тем не менее, считаете ли вы, что есть ли у вас информация о том, что с нового года этот контракт не будет пролонгирован? Ну, есть позиция, скажем, активистов Катарского национального движения, чтобы данный контракт не был пролонгирован. С другой стороны, как себя поведет соответствующая наша власть, мы посмотрим, потому что, на самом деле, тот действующий контракт, о котором много говорилось, и который, на самом деле, мы считаем незаконным, он пока действует. Ну, он действует до конца года, как заключен. И поэтому, ну, посмотрим, потому что здесь тяжело что-либо сказать. Вы правильно сказали о том, что вот те традиции, которые, ну, закладывались в Украине на протяжении вот этих многих, на протяжении этих десятилетий, я имею в виду коррупционные традиции, они, к сожалению, еще не искоренены. И поэтому мы видим вот проблемы во всех сферах деятельности. И, ну, их нужно, скажем, преодолеть, нужно их, скажем, искоренять. Есть у вас информация о том, каким образом будут действовать, будет действовать штаб по проведению блокады Крыма? На самом деле, блокада... Вы, как член Меджилиса, есть у вас какая-то позиция, что вы будете делать после того, как закончится действие этого контракта, а он будет пролонгирован? Ну, на сегодняшний день я могу одно сказать, что гражданская блокада Крыма будет продолжаться. И, возможно, она только примет другой формат, особенно после того, как постановление Кабинета Министров вступит в силу, потому что здесь больше нужен будет мониторинг государственных структур, которые должны как раз-таки мониторинг на коррупционную составляющую, потому что, чтобы это постановление исполнялось, и этим должны заниматься, это должны реализовывать государственные службы и ведомства. И поэтому гражданская блокада Крыма не собирается сворачивать свою акцию, но будет иметь несколько другой формат для того, чтобы контролировать эти процессы. И Ленур Исляма уже заявила о том, что будет и морская блокада, да, и, вот, не знаю, ну, с одной стороны, это могут быть только такие заявления, они должны вызвать глубокую обеспокоенность спецслужб Российской Федерации, и это тоже один из приемов воздействия, скажем так, на врага. Но, тем не менее, мы наблюдали за тем, что после энергоблокады все-таки давление на представителей крымских татар, крымситарских организаций и Меджлиса, оно усилилось. Усилилось, да. Усилилось, вы согласны? Что будет, если вдруг начнутся какие-то диверсионные действия? Вы же понимаете, что это тоже усилит давление. Что касается заявления, но когда-то не все серьезно воспринимали товарную блокаду, она состоялась, все-таки она состоялась. Не все воспринимали энергетическую блокаду, она, в принципе, тоже состоялась. Да, может быть, эти взрывы, совпадения всех этих процессов, но, во всяком случае, она состоялась, и весь Крым, на самом деле, находится в хаосе и по сегодняшний день, и даже после того, когда по самым маломощной линии все равно... Да, враг понес большие экономические затраты. Это большие экономические затраты, и будет продолжать нести, потому что, на самом деле, тех 250 вековат, которые поступят, их недостаточно. Я спросила, как отреагирует оккупант на новые действия решительные, тем более такие, которые вызовут еще больше хаоса? Я хочу ответить на этот вопрос. Мне вообще была, предварительная была такая информация, что если будет продолжаться энергетическая блокада, то, в принципе, оккупант уже, оккупационная власть ищет пути, как бы договориться и готова освободить политзаключенных. То есть было, и во всяком случае, в их умах, и у них были такие мысли. Но я не знаю, почему сорвался этот процесс, но при всем том, или как то, что свойственно России, они пытаются как бы продолжать и давить, и им не важно положение простых граждан, а главное доносить ту идею или ту политику, которую они ведут. Но, говоря о морской брелблокаде, мы не обязательно же говорим о каких-то диверсионных актах. В том числе было заявлено и о банковской блокаде, и о сетевой блокаде. И на самом деле это все реально, это не просто заявление. Другой вопрос, что никто, конечно, не будет рассказывать и раскрывать все механизмы, или каким образом оно будет все это осуществляться. И поэтому я просто примером того, что реально и товарная блокада состоялась, и энергетическая блокада состоялась, это говорит о том, что любое заявление, которое было, или те заявления, которые были, они имеют право на осуществление. И они не голословны. И они не голословны. И пусть оккупант задумывается, что все равно будет противодействие на их бесправные действия в отношении наших граждан в Крыму. Спасибо большое. Эскендер Бариев, член Межлиса Крымстарского народа и координатор Комитета по защите прав Крымстарского народа, был гостем сегодняшней программы. Мы продолжаем. Через несколько минут в нашей студии мы ожидаем Ирину Верегину, которая входит в Координационный совет общественного движения «Сила права». И мы будем говорить о том, каким образом судебным путем в наших отечественных судах можно защитить права, которые были нарушены вследствие агрессии Российской Федерации. И также мы надеемся, что мы свяжемся с Одессой, где также работают приемные общественные движения «Сила права», для того, чтобы узнать, каким образом крымчане и представители Востока защищают свои права в украинских судах. Тем самым есть надежда, что можно будет взыскать с Российской Федерации тот ущерб, который был нанесен во время агрессии. Спасибо огромное. Не переключайтесь. Через несколько минут встретимся снова. Продолжение следует...